Буэнос диасперцы, я сегодня рассветил на фезаре от вашей экрана, а это значит, что сегодня у нас глобальный туториал по автоматическому крафту вэпплаты Ранжистикс 2. Поэтому садитесь поудобнее, запасайтесь чаем, слушайте и запоминайте. Вперёд! Итак, наверное, начнём с самой простой формы. Это молекулярные сборщики. Да, я не спорю, что этот видос уже был, но надо же сделать качественный ремастер. На хорошем оборудовании, с хорошим звуком, с новыми фишками. Почему бы спрашивается и нет. С другой стороны, когда этот видос выйдет, старый я удалю к чертям собачьим. Поэтому пусть будет так, как будет. Итак, контроллер у нас уже стоит. Но я думаю, не надо напоминать, как эта штука крафится. Дальше. Наша непосредственная задача. Вот у нас есть некоторое количество дисков. Мы ещё добавим. Теперь забросим, скажем так, предполагаемые ингредиенты для крафта. Да, закинем туда 512 костей. Теперь, теперь. Вот про эту вещь я забыл. Нам понадобится терминал шаблонов. Давайте его возьмём. Грубо говоря. Вы просто прибавляете инженерный процессор к терминалу для крафта. Вычислительный процессор. Верстак к обычному терминалу. Так. Плоскость формирования. Ядро уничтожения. Логический процессор. Панель с подсветкой. Кварцевое стекло. Глоустон, железо и ред. Кварцевое стекло. Любое стекло. И кварцевая пыль. Я думаю, понятно расписал цепочку. Теперь. Прикручиваем этого парня. Так. Стоит. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Ну, как раз для восьмого айтема остаётся место. Щёлк. Мы попали, ну, в немножко похожий интерфейс. Теперь нам нужны шаблоны. Да, у меня клиент на английском не обращает внимание. Возьмём, наверное, сразу целый стак. Крафтится, ну, тоже несложно. Кристалл истинного кварца. Кварцевое стекло. Три глоустона, три железа. Я взял их сразу стак. Они помещаются вот в этот слот. Теперь. У нас есть два режима задания шаблона. Это крафт и обработка. Про обработку я расскажу несколько позже. Пока сделаем вот так. То есть, вот видите, у нас появилась костная мука. Щёлк. Всё, теперь это можно очистить. Вот эта кнопка позволяет сверяться не с ID предмета, а с его ID в библиотеке root. То есть, грубо говоря, если у вас несколько разных медных слитков, если выключить этот режим, то, грубо говоря, вы задали, что крафт будет идти только с медью из Индастриала и оловом из Форестри. Он так и пойдёт. А если вы делаете вот так, то ему будет абсолютно до лампочки. Он будет мешать всё, что видит. В принципе, это удобно. Поэтому я всегда оставляю эту галку открытой. Ладно. Шаблон мы получили. Куда его теперь засунуть? Засунуть. Пока что я возьму ещё один item, который мне понадобится, но который мне крайне лениво будет крафить. И просто закину его внутрь. Потом объясню зачем. Так. Так. Нам нужно создать молекулярный сборщик. Вот такой вот парень. Опять же. Ядро формирования и уничтожения. Кварцевое стекло. Верстак. И железо. Крысота же, ну. Но поскольку у меня уже не хватает каналов, поэтому мы сделаем вот так. Так. К сети. Нужно подключить сам сборщик. Также шина импорта, шина экспорта. Теперь кладём шаблон в сборщик. Зажимая shift, мы видим, что именно крафтит этот. Так. Вот так. Вот так. То есть три канала мы забиваем. Хотя нет, вру. Два. Потому что сборщик канала не занимает. Он только питается. Теперь. Теперь. Кладём вот сюда костяху. Можно ускорить процесс. Сделав вот так. Можно сделать вот так. Видите? Система немножко не справляется. Вот эта карта служит для установки режима работы. А, она только на экспортную шину ложится, прошу прощения. То есть, мы делаем вот так. И теперь эта шина может сама заказывать крафт. Но поскольку в текущем варианте у нас нет возможности заказать крафт, то есть сейчас, если сделано вот так, то есть если есть предметы, она будет импортировать их. Если предметов нет, она их сначала скрафтит, потом забросит. Или вот так. Только крафт. Как правило, если вам нужно просто нагенерировать огромное количество одного и того же, чтобы оно крутилось по кругу. Но для этого, собственно, и нужна шина, карта крафта. Теперь. Пойдём понаблюдаем, что там происходит. А количество костей неумолимо уменьшается. Теперь. Что касается обработки. Вообще, допустим, я хочу сделать белый каменный кирпич. Что для этого надо? Ну, для начала мне надо обжечь камень. Так, ладно. Давайте тогда вот этот взбесившийся сборщик остановим. Эта штука нам больше не понадобится. Потому что мы сейчас перейдём на качественный новый уровень. Так. Для начала. Давайте попробуем собрать вот такую вещь. Четыре таких. И двенадцать таких. Что они вообще дают? Так. Крафтинг юнит. Железо. Изменчивый кабель. Два вычислительных процессора. И логический. Ну, про ци, я думаю, вы поймёте, как крафтится. Так, это я немножко не туда залез. Давайте-ка подсвечу. Эта штука нужна для того, чтобы ваш многоблочный крафтовый сервер мог работать со сборщиками. Так. А вот это уже то место, куда будут складироваться предметы, участвующие в крафте. Щёлк. Опа. Засветились. Так. Теперь. Теперь. Один канал у нас тут уже занят. Теперь делаем вот такой вот цветочек. Попутно. Ну, видите, в чём прикол? Здесь допущена небольшая ошибочка. Вот так это должно выглядеть. Здесь у нас применяется интерфейс. То есть, чтобы не надо было пять шаблонов растыкивать по всем сборщикам, мы применим вот этого вот парня. Стекло. Стекло. Четыре железа. И опять же ядрышки. Теперь шаблон у нас кидается в интерфейс. Ладно. Но вернёмся к обработке. Переключаем режим. Кладём сюда булыжник. Нам же надо получить камень. Находим где-нибудь кусман камня. И делаем вот так. Теперь нам нужна печка. И шина импорта. Не, я случайно попечивал. Ну, ладно. Так. Запитались. Теперь сзади печки. Хотя нет. Тут я допустил небольшой косяк, потому что сверху у нас должен стоять интерфейс. Тогда сюда встанет шина импорта. Сюда интерфейс. И свежеобретённый шаблон мы кладём сюда. Надо немножко поддать газку. А шину импорта необходимо ускорить. Так. Здесь, в принципе, всё готово. Теперь заходим в крафтовый терминал. Вот видите, появилась вот такая вот вещь. Вместо количества указана надпись крафта. Нажимаем на среднюю кнопку, то бишь на колесо. Скажем, мы хотим 100 камней. Выбираем крафтовый CPU, если он есть. Он напишет, сколько байт памяти он в процессоре использует. Что и из чего получит. Можно автоматически. Старт. 5, 9, 13, 16. У нас заказано 100. Как видим, костную муку мы тоже можем заказать. А вот булыжник уже не получается. Всё. Камень скрафтился. Теперь нам нужен ещё один шаблон с каменными кирпичами. Снова кладём его туда. Таких веток и деревьев может быть бесконечно много. Ну, в разумных пределах, конечно. Теперь. Поскольку мы уже готовы скрафтить каменные кирпичи. Скажем, давайте, нам надо 6. Вот. Но он поюзает 8. То есть он обсчитывает. И делает ближайший больший крафт. Давайте 8. Чпок. Всё. Теперь. Давайте сделаем шаблон крафта белого кирпича. Внимание, вопрос. Как можно быстро задать крафт? Итак. То есть у нас существует вообще... Будет 1536. Кусков костной муки. Поэтому... Секунду. Я могу задать 10750 белых кирпичей. Система немножко задумывается. Потому что надо обсчитать большой объём. Если она не пошлёт во снах... Система решила призадуматься. Причём сильно. Вот. Одной кости не хватает. Правильно. Потому что она мне в инвентаре какого-то чёрта забыла. Повторяем. Как правило, как правило, повторный обсчёт занимает чуть меньше времени. Но не сильно. И теперь давайте посмотрим. Чёрт с ним. Давайте просто 10 тысяч. Так. Это я немножко не то нажал. Теперь напряжённое ожидание. В общем, нам просто для планеты картинки надо взглянуть, как это всё будет делаться. Вот смотрите. Задача. Кисточка не расходуется. Поэтому их докрафчивать не надо. 10 тысяч. Три блока. То есть она сожрёт ещё 26 костей, чтобы получить 78 костной муки. Затем. 9768 кусков булыжника мы пережжём в камень. Превратим их в каменные кирпичи. И покрасим. Старт. За ходом крафта можно наблюдать здесь. Таймер, конечно, условно приблизительный, но, скажем, ход мысли он отражает. То есть у нас одновременно жарится булыжник, он же перекрафчивается в каменные кирпичи, и они тут же красятся. Ну, почти тут же. За этим процессом можно наблюдать вот здесь. То есть, видите, тут белый, тут серый. То есть, вот, здесь крафтятся кирпичики. Также можно вот эту всю систему ускорить. Ну, а поскольку кисть у нас всего одна, то и красятся они будут одним приёмом за раз. Теперь уже шина перестала успевать. Вернее, интерфейс. Питала ему хватает. Ну, и вот, мы видим, как всё это добро, причём очень быстро, попадает в сеточку. Вот. Чпок, 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 чпок. 1300, 1400, ну и так далее. Пока их не станет 10 тысяч. В принципе, автокрафт это та тема, которую многие побаивались. Потому что сложно, непонятно, но я надеюсь, что я объяснил достаточно простым языком. Как делать, что делать, куда тыкать, куда глядеть, чего вертеть и так далее. На уж станете ли вы асом автокрафта или нет, это уже другой разговор. Это уже зависит целиком от вас. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok